Трагедия в Унскольском районе. Отрушение подборной стены унесло жизнь женщины. 11 коров поймали во время рейда по отлову безнадзорных животных в Махачкале. Хозяев ждет штраф за нарушение правил благоустройства. В память о сыне. Мать погибшего бойца на СВО построила мечеть в Табасаранском районе. СПАРТАК избежал наказания за кричалки болельщиков. Российский футбольный союз не нашел доказательств националистических лозунгов на матче с Динамо Махачкала. С начала года на дорогах республики зафиксировано 1070 аварий, в которых погибли 210 человек. Более полутора тысяч человек получили ранения. Среди погибших 20 детей до 16 лет пострадал 171 ребенок. Основной причиной аварии остается выезд на встречную полосу движения. Об этом сообщила госавтоинспекция Дагестана. Своим выступлением я призываю водителей к соблюдению правил дорожного движения. Подумайте о том, что совершая опасный маневр, выезжая на встречную полосу, вы можете лишить самого дорогого жизни других ни в чем не повинных водителей и пассажиров. Берегите себя и своих близких. В Ансукульском районе произошла трагедия. Обрушилась подпорная стена, под которой в момент ЧП был припаркован автомобиль. В момент происшествия в автомобиле находились мужчина и женщина. Женщина скончалась по дороге в больницу, а мужчина получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время обвал расчищен, движение на дороге восстановлено. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Дагавтодор. Рейдовые мероприятия в Махачкале. Сотрудники ГИБДД, патрулируя улицу Магомеда Гаджиева, проверяли водителей на соблюдение общественного порядка при управлении транспортными средствами, в ходе чего за два дня выявлено и составлено один из протоколов. По семи из них были аннулированы водительские права. Махачкалинским ветеринарным управлением был проведен очередной рейд по отлову безнадзорных животных по улице Хуршилова. Специалисты предприятия поймали вблизи мусорных площадок 11 голов крупного рогатого скота. Они были доставлены в специальное помещение, где за животными надлежащим образом ухаживают. Как отметили в ведомстве, расходы по содержанию будут возлагаться на хозяев домашнего скота. Также владельцев, которые выпускают животных на улице, будут штрафовать. После отлова данных животных уже к нам приходят хозяева, и мы с ними проводим беседу о том, что этот закон нам запрещает категорически содержать данных животных на территории любого города, и не только Махачкала, и других городов, город Дербин, чтобы доводить до них, что это нельзя, это запрещено. Тем не менее, вроде понимают, но в последующем обратно такая же история. Отметим, что в утвержденных правилах благоустройства города Махачкалы запрещено держать на территории города мелкие и крупные рогатые скот. У нас есть собственные приложения, которые можно скачать на Apple Store, на Google Play. Что такое маркетплейс и почему это одно из самых перспективных направлений в бизнесе? На это и многое другое ответит в Центре поддержки предпринимательства Тагестана «Мой бизнес». Здесь прошла обучающая программа для самозанятых, которые хотят зарабатывать и работать на себя. Это трехдневный интенсив, где наши спикеры будут рассказывать для наших участников, то есть самозанятых граждан, что такое маркетплейсы, как выйти на маркетплейсы, какие нужны разрешительные документы для работы на маркетплейсы, как вообще работать на маркетплейсы. Также хотелось бы отметить, что и сотрудники Центра «Мой бизнес», Центра поддержки предпринимательства расскажут про меры государственной поддержки, те, которые сегодня оказывают Центр «Мой бизнес», как для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, и физических, те, которые планируют сегодня начать предпринимательскую деятельность. Мероприятие началось с базовых вопросов, которые касаются основных понятий маркетплейсов. Федеральные спикеры делились знаниями с аудиторией из разных сфер, рассказывая о торговых площадках, на которых лучше заказывать товар, в том числе из Китая. У нас планируется встреча с нашим другим спикером, прямая трансляция из Китая. Участники мероприятия делились впечатлениями и новыми знаниями сегодняшнего дня. Отметим, что курс определяется в течение трех дней. Сегодня нас познакомили с торговыми площадками, о которых мы знали и о которых мы и не знали. Очень много интересной информации, как ориентироваться, как заказывать, как работать с посредниками, поставщиками и вообще даже как можно напрямую поехать в Китай и работать с Китаем. В Дагестане отметили 30-летие Республиканской спасательной службы. Торжественное мероприятие состоялось в Русском театре. Его открыл глава МЧС Республики Нариман Казимагомедов. Он отметил самоотверженность и профессионализм спасателей. Работа спасателей постоянно споряжена с риском для жизни. Благодаря их самотверженности и высокому персонализму ликвидированы десятки чрезвычайных ситуаций. Проведены десятки тысячи поисковых работ и спасены более 25 тысяч человеческих жизней. В ходе мероприятия почтили память погибших сотрудников МЧС и участников СВО. Гостям также была продемонстрирована современная техника спасателей. В честь юбилея ведомство наградило отличившихся сотрудников и ветеранов спасательной службы. Заслуживает огромное уважение то, что мать построила такую мечеть. В помощь путнику в селе Ерси Табасаранского района открыли придорожную мечеть. Инициатором строительства выступила мать участника СВО Наиля Алибекова. Мечеть назвали в честь двух сыновей женщины – Шамильбега, он умер еще в детстве, и Азиза, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Год тому назад, год и три месяца, я даже думать не могла, что я могу построить мечеть. Но Всевышний лучше знает. Значит, Всевышний хочет видеть меня такой. Я благодарна судьбе за то, что в моей жизни были два ангела. Ангела, которые действительно, их можно назвать ангелами. Но мы все принадлежим к Аллаху. Значит, пришло их время, и Всевышний их забрал. Боль от потери сыновей велика, но матери героев СВО сохраняют энтузиазм к жизни. Об этом говорили на открытии мечети. Мероприятие собрало множество гостей, среди которых руководство Табасаранского района, а также богословы, родственники других героев специальной военной операции. Мы здесь видим то, что сегодня вдовы и матеря тех солдат, которые отдали жизнь на СВО, они единой и единой командой творят добро во всей республике. Заслуживает огромное уважение то, что мать построила такую мечеть, и эта мечеть будет служить во благо сельчан, во благо района. Проезжающие мимо люди будут молиться и не раз, и за это будет вознаграждение умерщим. Я тебе хочу пожелать здоровья, терпения. То, что ты сделала, пусть будет примером для многих матерей, отцов, жен, просто даже для человека. Потому что все, что ты делаешь, это благое, ты работаешь нахер от. Ты показываешь пример многим всем, похоронив твоих детей, что ты можешь это сделать. Россия, 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 Россия! Футбольный клуб «Спартак» не будет наказан за националистические кричалки болельщиков в игре с «Динамо». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза провел экспертизу и заключил. Видео с экстремистским лозунгом «Россия для русских, Москва для москвичей» имеет признаки монтажа. В отчете инспектора и комиссара матча таких записей не было. Однако стоит отметить, что видеозапись с кричалками есть на официальном канале «Динамо» в «Телеграм». И судя по времени публикации, оно добавлялось во время матча в режиме онлайн. Встреча прошла 27 августа в Москве и завершилась победой махачкалинцев со счетом 1-0. Дагестанский клуб инвалидов «Даки» выиграл всероссийский турнир по баскетболу 3 на 3. Соревнования с символичным названием «У каждого свой Эверест» проходили в Ижевске. Наши колясочники стали лучшими в споре восьми команд. Решающие встречи дружина из Горской республики одолела представителей Московской области. Исход встречи решился за две минуты до финального свистка. Свой успех баскетболисты посвятили главе региона Сергею Меликову, при поддержке которого они отправились на этот турнир. Дагестанец Тамерлан Мусаев отметился голом в дебютном матче за сборную России по футболу. В товарищеском матче подопечные Валерия Карпина на выезде уверенно разобрались с командой Вьетнама 3-0. В первом тайме Мусаев отдал голевую передачу на Далера Кузяева. А уже во втором форвард московского ЦСКА забил и сам. Так уроженец села Султан Янги Юрки из Люртовского района стал первым дагестанцем, кому удалось отличиться в составе национальной сборной России. Первый гол в дебютном матче за сборную. Кому его посвятишь? Всей семье, родителям, маме, папе, брату, сестре, маме, племяше, жене, брата, своей тете, своему дяде. Всем посвящаю. Это их гол тоже. Это их гол тоже.